В среднем каждые выходные лангипасские медики регистрируют от 10 до 20 случаев укусов клещей. А это значит, что уже в предстоящую субботу и воскресенье число пострадавших грозит перейти за сотню. Специалисты уверяют, такой активности опасных чилистоногих в городе не было давно. В первый раз за многие годы наблюдения такое количество клещей у нас заражены. Это очень много, это почти половина из всех выявленных клещей. Иногда у нас даже два года назад были отловлены клещи в количестве 20 штук. Из 20 только один был с вирусом клещевого энцефалита. В этот раз уже 44%. Нужно задуматься и лишний раз себя обезопасить. 90% укусов произошло на территории местных садово-огороднических товариществ, в основном в районе 4-го километра. Около 10 случаев встреч с опасными насекомыми состоялись в черте города. По словам специалистов, чилистоногих легко подцепить даже в самой невысокой траве. Это их основная среда обитания и место ожидания жертвы. Симптомами заболевания являются покраснение лисы в месте укуса, тошнота, рвота, головокружение, судороги, боль в мышцах, суставах. Но эти симптомы, если укусил клещ и появились в течение 21 дня, должны человека, которого укусил клещ, сподвигнуть идти за медицинской помощью в лечебно-профилактическое утверждение. При обнаружении на теле клеща необходимо срочно отправиться в поликлинику. Доставать насекомое самостоятельно медики категорически запрещают. Это может повлечь серьезные, в некоторых случаях смертельные последствия. После извлечения клеща следует отдать в лабораторию. На прошлой неделе специалисты отправили партию из 18 насекомых на анализ в окружную столицу. Результаты шокировали. Половина членистоногих оказалась переносчиками энцефалита и боррелиоза. Наверное, репеллентами надо пользоваться. Думаю, нужно, прежде чем идти в лес, одеваться. Надежда должна быть соответствующая, закрывать полностью открытые места тела, спортивный костюм, жилетка. Не ходить где не надо. Я не хожу, где трава, и внука не пуска, где трава. Прививки надо делать и одеваться хорошо на природе, чтобы осматривать себя. По всей видимости, нужно использовать репелленты. Также можно обращаться, наверное, в медицинские учреждения, то есть вакцинация. Ну и, соответственно, экипировка, если в лес уезжаешь. Прививаться. От укусов клещей я хожу только по территории, которая обработана от клещей. Я знаю, что она обработана. Прививку сделать. Ну, надо специальным спреем побрызгать перед выходом из дома. Осматривать себя надо почаще. Я одеждой защищаюсь. Специальной одеждой, которая закрывает всю свою поверхность. То есть куртки, джинсы, так вот, так, чтобы не было. Не укусили, чтобы. Прививочная кампания к следующему сезону начнется осенью. В летний период вакцинацию делать бесполезно, считают специалисты. Инкубационный период длится довольно долго, в среднем до 30 дней. В это время категорически запрещено посещать лесные массивы и дачные участки. Иначе может начаться обратный процесс вакцинации. Любовь Шитова, Андрей Бучинский, Станислав Крумко. Специально для новостей.